Друзья, я тут подумал, что может быть для кого-то я выгляжу как-то странным человеком, который все время говорит, что мыслить нужно по пятну. И тут наткнулся вот в этой книжке Коровина на некий текст, на его общение с Евграфом Семеновичем Сорокиным, который был учителем Коровина в Московском училище живописи военноизучества. И очень интересный диалог, встреча их у Евграфа Семеновича на даче. Он говорил, ты пейзажист, приезжай ко мне, обращаясь к Коровину. Я пишу уже третье лето пейзаж. Приезжай, посмотри. Прочту вам этот диалог, он очень интересный. В сад дачи был вынесен большой холст, на котором была изображена его дача желтого цвета. А сзади сосны, сокольники. Тень ложилась от дачи на землю двора. Был солнечный день. Меня поразило, что отражение в окнах на стеклах удивительно нарисовано верно. А он был блестящим рисовальщиком, этот Сорокин. И вся дача приведена в перспективу. Это был какой-то архитектурный чертеж, гладко раскрашенный жидко-масляными красками. А по цветам неверный и не похожий на натуру. Все соразмерно, но натура совсем другая. Сосны были нарисованы сухо, темно, не было никаких отношений и контрастов. Я смотрел и сказал просто, не так. Сухо, мертвое. Это сама он говорит своему педагогу. Он внимательно слушал и ответил мне, правду говоришь, не вижу я, что ли. Третье лето пишу, в чем дело, не понимаю. Не выходит. Никогда пейзажа не писал. И вот не выходит. Ты попробуй, поправь. Я смутился, но согласился. Не испортить бы, сказал я ему. Ну ничего, не бойся. Вот краски. Я искал в ящике краски. Вижу тердесен, сьен, охры, кость и синяя прусская. А где же кадмиум? Что? Спросил он. Кадмиум, краплак, индийская, кобальт. Этих красок у меня нет, говорит Сорокин. Вот синяя берлинская лазурь. Я этим пишу. Нет, говорю я, это не годится. Тут краски, говорят, в природе. Охры это не сделать. Сорокин послал за красками, а мы пошли, покуда в дом, завтракать. Вот ты какой, говорит Евграф Семёнович, улыбаясь. Краски не те. И его глаза так добро смотрели на меня, улыбаясь. Вот ты совсем другой, продолжал Сорокин. Тебя все бронят, но ты пишешь хорошо. А пейзажист, удивляюсь я, бронят тебя, говорят, что пишешь ты по-другому, вроде как нарочно. А я думаю, нет, не нарочно. А так уж в тебе что-то есть. Что же есть, говорю я. Просто повернее хочу отношения взять. Контрасты, пятна. Пятна, пятна, сказал Сорокин. Какие пятна? Да ведь там в натуре разно, а все одинаково. Вы видите бревна, стекла в окне, деревья. А для меня это краска только. Мне все равно, что пятна. Ну, постой, как же это? Я вижу бревна. Дача моя, из бревен. Нет, говорю я. Как нет? Да что ты, удивлялся Сорокин. Когда взять верно краску, то он в контрасте, то выйдут бревна. Ну уж это нет, надо сначала все нарисовать, а потом раскрасить. Нет, ничего не выйдет, ответил я. Ну вот тебя за это и бронят. Рисунок первое в искусстве. Рисунка нет, говорю я. Ну вот, что ты взбесился, что ли? Что ты? Нет его. Есть только цвет в форме. Сорокин смотрел на меня и сказал, странно. Тогда что ж, а как же ты сделаешь картину не с натуры, не видя рисунка? Я говорю только про натуру. Вы ведь пишете с натуры дачу? Да, с натуры. И вижу, у меня не выходит. Ведь это пейзаж, я думал просто. А вот поди ты, что делать, не пойму. От чего это? Фигуру человека быка нарисую. А вот пейзаж, дачу, пустяки. А вот поди не выходит. Алексей Кондратьевич Саврасов был у меня. Смотрел, сказал, это желтокрашенная дача. Мне смотреть противно. Не только, что писать. Вот чудак какой. Он любит весну, кусты сухие, дубы, дали, реки. Рисует тоже, но неверно. Удивлялся, зачем это я дачу пишу. И Сорокин добродушно засмеялся. После завтрака принесли краски. Сорокин смотрел на краски. Я клал на палитру много. Боюсь я, Евграф Семенович. Попорчу. Ничего порти, сказал он. Целым кадмиумом и киноварью я разложил пятна сосен, горящих на солнце, и синие тени от дома. Вводил с широкой кистью. Постой, сказал Сорокин. Где же это синие? Разве синие тени? А как же, говорил? Ответил я, синие. Ну, хорошо. Воздух был тепло-голубой, светлый. Я писал густо небо, обводя рисунок сосен. Верно, сказал Сорокин. Бревна от земли шли в желтых-оранжевых рефлексах. Цвета горели невероятные силы, почти белые. Под крышей, в крыльце, были тени красноватые, с ультрамарином. И зеленые травы на земле горели так, что не знал, чем их взять. Выходило совсем другое. Краски прежней картины выглядывали кое-где темным коричневой грязью. И я радовался, торопясь писать, что путаю моего дорогого, милого Евграфа Семеновича, моего профессора. И чувствовалось, что это выходит каким-то озорством. Молодец, сказал смеясь Сорокин, закрывая глаза от смеха. Но только, что же такое? Где же бревна? Да не надо бревен, говорю я. Когда вы смотрите туда, то не так видно бревна, а когда смотрите на бревна, то там видно в общем. Верно, что-то есть. Но что это? Вот что-то есть свет. Вот это и нужно, это и есть весна. Как весна? Да что ты? Вот что-то я не пойму. Я стал проводить бревна, отделяя полутоном и сделал штамп из сосен. Вот теперь хорошо, сказал Сорокин. Молодец. Ну вот, ответил я. Теперь хуже, суше. Меньше горит солнце. Весны-то меньше? Чудно. Вот оттого тебя и бродят. Все-таки как-то вроде нарочно. Назло. Назло. Как назло? Что вы говорите, Евграф Семенович? Да нет, я-то понимаю. А говорят, все говорят про тебя. Да пусть говорят. Только вот довести, все соединить трудно, говорю я. Трудно сделать эти весы в картине. Что к чему? Краски к краске. Вот тут-то и вся штука. Вот что. Надо сначала нарисовать верно, а потом вот как ты. Раскрасить. Нет, не соглашаюсь я. И долго до поздней ночи спорил я со своим милым профессором Евграфом Семеновичем. И посоветовал я ему показать это Василию Дмитриевичу Поленову. Боюсь я его, сказал Евграф Семенович. Важный он какой-то. Да что вы, говорю я. Это самый простой и милый человек, художник настоящий, поэт. Ну и не понравится ему моя дача, как Алексей Кондратьевич. Чудаки ведь эти поэты. Да нет, говорю. Он не смотрит на дачу. Он живопись любит. Не сюжет. Конечно, дача мне очень нравится, но не в этом дело. Цвет и свет важны. Вот что. А ты знаешь, я никогда об этом не думал. Пейзаж это, я так полагал, дай попробую, думаю просто. Когда уходил от Сорокина, то он простился со мной смеясь, сказал, ну и урок. Да, задал ты мне урок. И он сунул мне в карман пальто-конверт. Что это вы, Евграф Семенович? Ничего, возьми. Это тебе сгодится. Я ехал домой на извозчике, вынул, разорвал конверт. Там лежала бумажка в 100 рублей. Какая была радость. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok